Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о лондонском марафоне, который обычно проходит в конце апреля. В этом году лондонский марафон должен был состояться 26 апреля, но по причине пандемии коронавируса все мероприятия были полностью отменены. И марафон перенесли аж на 4 октября. Лондонский марафон считается самым большим и самым престижным спортивным мероприятием не только в Великобритании, но и во всем мире. Тысячи человек мечтают принять в нем участие. В этом году марафон должен был стартовать в 40-й раз. И на участие в этом спортивном состязании подали заявки более 400 тысяч человек. Но, к сожалению, не все аппликанты могут принять участие. Так же, как и на Уимбилдон и на другие мероприятия люди должны выиграть возможность участвовать в этом городском событии. Поэтому чуть больше 40 тысяч человек будут принимать участие в лондонском марафоне в этом году. Кроме того, попасть на марафон можно от благотворительной организации. Тогда своим присутствием на марафоне, пробежав дистанцию, которая на минуточку составляет 26,2 мили, то есть это 42 километра, вы должны будете собрать деньги со своих родственников, друзей, некую сумму, которую вы спонсируете. Для этой благотворительной компании участники обычно просят своих родственников и друзей внести некий взнос для того, чтобы набрать эту сумму. Марафон стартует рано утром в районе Гринвич и пробегает практически по всему центру Лондона, забегая в сити оф Лондон и пересекая финишную линию уже у Букингемского дворца. Каждый бежит эту дистанцию по-разному. Профессионалы добегают практически за два с хвостиком часа, то есть 42 километра преодолевают за два с небольшим часа. Обычные же люди добираются до финишной прямой намного позже. Они бегут весь марафон часа 4-5, некоторые иногда и 9 бегут. Помню, был какой-то репортаж, я еще, по-моему, это был первый мой год жизни в Лондоне, 2011 год. Там женщина бежала, уже время близилось к ночи, но ее сопровождала полиция, чтобы она добежала до конца и она добежала. Готовиться к этому мероприятию надо очень серьезно. Я была на выставке Virgin Marathon в 2012 году, где рассказывали, что практически за год уже надо начинать готовиться. Хотя сейчас за год надо только уже успеть подать заявку. То есть в мае заканчивается прием заявок на следующий год, на следующий марафон, который будет в апреле. А уже в октябре озвучиваются, кто примет участие из вот этих 400 тысяч, выберут только 40, благодаря некой лотерее. То есть розыгрыш проходит, как обычный, знаете, билетик достают. Вот ты побежишь, ты побежишь. Причем за это участники должны заплатить регистрационный взнос. Раньше это было 10 фунтов, сейчас, возможно, чуть побольше. А те, кто бежит от благотворительных организаций, вот я видела на одном сайте, показывали, что регистрационный взнос был 75 фунтов. Надо собрать не менее 2000 фунтов со всех своих родственников и друзей, чтобы представлять эту благотворительную компанию. У меня нет опыта марафонов, я никогда не бегала марафоны, но моя подруга Моника начала заниматься бегом и участвовать в марафонах 3 года назад. Она бежала 15 километров, 5 километров, там такие районные, то в Хакни, то в Гайдпарке, то еще где-то. Вот недавно, она, кстати, не отменили еще в связи с пандемией, 15 марта бежала в Хамптон-Корт. Half-марафон, то есть полумарафон, то есть сколько там, если 42 это полный марафон, значит она бежала 21 километр. И она пробежала за приличное такое время, 2,5 часа что ли. И вот она мне постепенно рассказывает, как все это проходит, люди покупают, то есть она купила себе кроссовки за 130 фунтов, это 13 тысяч рублей. Она купила какие-то очки специальные там за 15 тысяч рублей, какую-то униформу. Люди реально вкладывают в это большие деньги и стараются преодолеть эти дистанции. Ну, это опять же таки вызов для каждого человека. Для меня был вызов прожить в Лондоне практически без денег, для нее вызов пробежать марафон. И вот Моника собиралась бежать в лондонский марафон в следующем году, а в этом году она записалась на полный марафон, то есть 42 километра в Брайтоне, который должен был проходить в начале мая, по-моему. Его тоже перенесли на ноябрь, а она уже успела забронировать отель в Брайтоне за 300 фунтов, это 30 тысяч рублей. То есть люди реально вкладывают огромные деньги для того, чтобы только иметь возможность принять участие в таких престижных мероприятиях, как полный марафон. Будь то в Лондоне, будь то в Брайтоне, будь то в Нью-Йорке, в Чикаго или еще где-нибудь. Превозмогая боль и усталость, люди пытаются добежать до финишной прямой или даже дойти до финишной прямой и пересечь эту финишную ленточку и сказать, что да, я участвовал в лондонском марафоне, я пробежал его. Неважно за какое время он пробежал, главное дойти до финиша. Люди, родственники, друзья приходят поддержать своих членов семьи, которые бегут этот марафон, приносят некие такие плакаты поддерживающие, кричат там, давай-давай, Дэйв, давай там Стив, беги-беги-беги. И люди, когда увидят своих родственников, принимая участие в марафоне, видят, что их поддерживают, они стараются не расслабляться и бегут-бегут дальше. Некоторые семьи даже едут на метро, чтобы на следующем этапе поддержать своего члена семьи. И все абсолютно зрители, такие доброжелательные, часто на майках же пишут имена, кто принимает участие в марафоне. И вот часто там видят Том, Том, давай, беги-беги. Я так тоже часто кричала, по-моему, на Олимпиаде марафон мы ходили, смотрели, с моими друзьями тоже поддерживали. Просто ты не знаешь человека, но просто хочешь ему помочь, видишь, что он уже превозмогает боль, еле-еле шевелится. И вроде бы ты ему давай-давай-давай, и он начинает опять бежать. Вообще, это очень сложный такой чаллендж, вызов. Не знаю, смогла бы я так сделать. Брат у меня, кстати, бегал не для марафона, а так на свой день рождения тоже чаллендж у него такой был. С утра и до вечера он бегал 90 километров до Оксфорда и до Кембриджа. Вот такой вот у него был подарок себе на день рождения. Стирал ноги в кровь, но добирался до ночи. Но он выбегал рано-рано утром, там часов в 5-4, и прибегал в 9-10 вечера в эти города. Такой вот у него был чаллендж. То есть каждый по-своему с ума сходит, как говорится. Но у людей разные ценности, разные принципы в жизни, и каждый делает то, что считает необходимым и нужным в своей жизни. Многие бегут в различных интересных и даже причудуковатых костюмах, чтобы поддержать, опять же таки, некие благотворительные акции или просто, чтобы весело провести время. Бывают там какие-то персонажи сказок, там Белоснежка, некоторые девушки бегут в свадебных платьях, какие-то мультяшные персонажи, какие-то, например, я видела Биг Бенд в позапрошлом году, по-моему, бежал. То есть гуль на выдумку хитра, кто что придумывает, конечно, это привлекает к себе внимание. А я, как репортер, хожу конкретно снимать вот именно такие костюмы, потому что это, в принципе, тоже хороший такой контент, который продается на новостных стоках. Конечно же, обычные спортсмены, которые прибегают первыми, они тоже заслуживают всех похвал и медалей, и они получают призовые места. Да, обычные спортсмены пытаются привлечь к себе хоть какое-то внимание и стараются как-то выделиться из толпы, что ли, даже для своих родственников, чтобы его или ее узнали, приметили. Потому что масса людей бежит. Если ты посмотришь в перспективе, ты никогда не найдешь того человека, ради которого ты приехал, чтобы его поддержать. А если этот человек как-то выделяется, не просто в спортивном костюме бежит, а там у него какие-нибудь уши торчат или еще что-нибудь, то тогда его можно с легкостью найти и помахать ему ручкой, поддержать на дистанции. Ну вот как-то так мне видится лондонский марафон. Я была на нем 4 или 5 раз в разных местах, и на Тауэрбридж, то есть на Тауэрском мосту, и по всей дистанции вдоль набережной, и у Букингемского дворца, там где награждение. Но там, конечно, уже очень-очень большие массы зрителей скапливается на финише. И мало что можно увидеть. А вот на набережной люди часто приходят посмотреть и поддержать всех участников марафона. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok